Ну и еще о добрых делах. 15 лет исполнилось в этом году с момента создания благотворительного фонда развития Тюмени. Об его основных направлениях, а также о ближайших его проектах мы поговорим с директором фонда развития города Тюмени Верой Баровой. Здравствуйте! 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 15 лет, срок довольно внушительный. Расскажите, пожалуйста, на какие направления вы делаете сейчас упор? Создавая нашу организацию, мы обратились с этим вопросом к нашим партнерам и выбрали самые главные. Они до сих пор являются актуальными. Реализацию городских социальных программ, поддержку инициатив по организации досуга детей и подростков, помощь людям с ограниченной возможности и сохранение исторической памяти города. Вот вы, как никто другой, ведь знаете, насколько инициативны наши граждане? Вот сегодня, как они, ну, рвутся помочь ближнему или нет? На самом деле, поводов для проявления этой активности не так много. Но вот традиционно наша акция «Весенняя неделя добра» показывает, что за все годы активность граждан растет. А какими проектами вы сейчас занимаетесь? Надо сказать, что свое 15-летие мы встречаем уже не как грантовый фонд, принадлежащий только городу Тюмени, а как ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Уральском федеральном округе. Вот таковы наши достижения. И это наш главный проект. Он направлен на объединение и консолидацию усилий всех некоммерческих организаций на территории Уральского округа и на обучение совместно руководителей общественных объединений. Вот второй год программы показывает, что у нас появляются новые надежные партнеры и в Ханты-Мансийском округе, и в Ямало-Ненецком, и в Свердловской области, и на территории Челябинска, и Курнадского. Один из ближайших проектов, который ваш фонд организует – «Золотая осень». Расскажите подробнее, что это за мероприятие будет интересным. На самом деле, это уже получается традиционная акция. В этом году она инициирована общественными объединениями и нашла отклик у бизнесменов. Поэтому благотворительному фонду развития города Тюмени в рамках фестиваля «Золотая осень» удалось создать подарочный фонд, который мы предлагаем жителям не только города Тюмени, но и Тюменской области 14 сентября на центрах розыгрыша подарков получить. А где он будет проходить? Определено 178 центров розыгрыша в городе Тюмени. И вся информация находится на сайте благотворительного фонда развития города Тюмени. А можно еще вопросы задать городской справочной службе по телефону 45 15 20. И тогда вы точно узнаете, куда вам нужно 14 сентября обратиться за подарком. А что касается подарков, какие они? Призовой фонд фестиваля. На самом деле он довольно обширен. Это 370 тысяч подарков. И мы постарались, чтобы это были очень нужные вещи для дома, для семьи. Из крупных это бытовая техника, автомобили и квартиры. То есть 370 тысяч подарков, это получается, что половине Тюмени точно подарки каждому достанутся? На самом деле порядок розыгрыша предусматривает участие жителей с 16 лет. Но, к сожалению, сколь невелик он был бы, он не равен. Поэтому числу наших жителей, поэтому надо бы поторопиться. Всегда возникает вопрос, как эти подарки можно забрать. Расскажите, пожалуйста. Сразу же или потом? Ну, значит, те подарки, которые небольшие, можно будет получить прямо здесь же, в центре розыгрыша подарков. Процедура очень простая. Подойдя к барабану, предъявив свой паспорт с пропиской, это обязательно, к сожалению, вы получаете возможность вытащить только один сертификат. И удалив защитную пленку, вы тут же узнаете название вашего подарка. И если он небольшой, то вы получаете здесь же. Если это бытовая техника, нужно будет обратиться в торговый центр Колумб, торговый центр Панама и в М-видео на широтной. Причем не нужно торопиться и бежать в этот же день, поскольку наши помощники будут работать в этих торговых центрах целый месяц. До 14 октября. То есть в течение месяца можно будет забрать, да? Да. А скажите про сам фестиваль, со скольки до скольки он будет проходить? С 9 утра будут организованы площадки творческие. Я надеюсь, что с погодой нам повезет, и все-таки золотая осень придет на нашу территорию, и северный холодный ветер отступит, и у каждого будет возможность проявить свои таланты. Если возникают вопросы, давайте еще раз напомним, где можно посмотреть всю необходимую информацию о принятии участия в акции и вообще о мероприятиях. Значит, можно позвонить по телефону городской справочной службы 45 15 20, или же зайти на сайт благотворительного фонда развития города Тюмени, где есть такой баннер «Золотая осень», и там вы совершенно замечательно найдете, все, что вам нужно. Вот, кстати, в финале беседы, а налог на подарок тоже ведь есть, да? Это очень хороший вопрос. Все подарки, которые превышают по стоимости 4 тысячи рублей, обязательно несут налоговое обременение. К счастью для наших участников, эта сумма гораздо меньше, чем при других обстоятельствах, но все равно она равна 13%, так как подоходный налог суммы. Ну и, конечно, если вы станете обладателем квартиры, то... А, я планирую, в общем-то. Отлично, мы вам этого желаем. То вот 13% – это действительно реальная сумма, но налоговое обстоятельство возникает на следующий год, по истечении как раз года, когда вы получили подарок. То же самое и с автомобилями. У нас их 20 в городе. 20 в городе. И 4 квартиры. Вот чтобы просто по налогу, чтобы никого потом, ни для кого не было неожиданности и удивлений. Спасибо большое за встречу. Вы делаете благое дело, и это хорошо. Спасибо вам за это. До свидания. Всего доброго. Напомню, у нас в гостях был директор фонда развития города Тюмени Вера Барова.